Здравствуйте, меня зовут Сака Кейбара, я работаю проектировщиком в компании Nikken, это проектная компания. Скорее, я хотел бы объяснить вам проектирование конструкции с сейсмой изоляции с точки зрения практического аспекта проектирования, строительных работ и технического обслуживания и эксплуатации. Также я бы хотел вас ознакомить с теми проектами, с теми конструкциями, в проектировании которых я непосредственно принимал участие. Я надеюсь, что мой рассказ вам принесет какую-то пользу для понимания сейсмоизолированных конструкций. Коротко я хочу вам объяснить, рассказать о той компании, в которой я работаю, Nikken設計. Вот здесь на этом слайде показана фотография телебашни, которая называется Skytree. Это в Японии самая высокая телебашня, высотой 634 метра, в проектировании которой моя компания принимала непосредственно участие. Наша компания была создана около 130 лет тому назад. За пределами Японии также она имеет свои зарубежные офисы в странах Азии на Среднем Востоке и еще в Европе. Здесь показаны места расположения наших зарубежных офисов. Недавно наша компания занималась проектированием ремонтных работ в футбольном стадионе футбольной команды Барселоны No Camp Nou. Я бы хотел коротко представиться. Я работаю проектировщиком, инженером-проектировщиком уже 12 лет, работая в компании Nikken設計. До этого я занимался проектированием различных видов зданий и конструкций, в том числе железобетонных конструкций, с остальным каркасом, деревянных домов, а также много конструкций с сейсмоизоляцией. Я хочу вам коротко рассказать о тех конструкциях, в которых я работал. Вот это здание городской мере, того города, в котором я сам родился. Поэтому я испытываю особую симпатию. По этой фотографии видно, что желтым цветом обозначено место установки изоляционного устройства. На этом устройстве стоит здание, то есть там балки опоры стоят. Конструкция с сейсмоизоляцией это такая конструкция, которая позволяет уменьшить последствия от землетрясения. Поэтому эта технология часто применяется в таких зданиях, в проектировании таких зданий, как здания городской мэри или больницы, которые играют важную роль в ликвидации последствий стихийных бедствий. Еще я принимал, лично принимал участие в проекте по ремонту целебашни, которая находится в городе Нагоя, в городской мере 180 метров. Я считаю, как яasi получил этот кампании в сбегу в шести кампании, так как я измерялся. Я не могу дать вам в ликвидации. Поэтому я показываю, что ясно на компаниях специалина на территории, как мы изучали этот все. Мы учимся и перенимали. Мы учимся купить на ситуацию будет. Угу. Мне нельзя сказать, что я измерно эту команду в ликвидации, которая будет населена делать, что ясношить с тем, что в шести. Он такой же человек, как баспийн, что такоеait. Вот как здесь показано по фотографии, с помощью домкрата была поднята 180-метровая башня, чтобы установить самоизоляторы у подножия. Таким образом, башня превратилась в сейсмоизолированное сооружение. Сейсмоизоляторы позволяют сократить, уменьшить сейсмическую нагрузку, которая действует на здание. В Японии технология сейсмоизоляции нередко применяется в ремонте для сейсмоусилия в зданиях, которые имеют историческую ценность, не изменяя внешний вид. Вот эта телебашня превратилась в гостиницу. Вот фотография, которая показана справа на этом слайде. Уважаемые коллеги, если у вас появится шанс приехать в Японию и остановитесь в такой прекрасной гостинице в городе Нагоя. Мы приступаем к главной теме. Я хочу обратить ваше внимание на следующую карту. Это карта тектонических плит и сейсмического районирования. В мире существует 14 тектонических плит, и в местах, где пересекаются эти плиты, очень часто происходят землетрясения. Вот по этой карте видно, что здесь по этой карте красным цветом обозначены места, где происходили землетрясения. Но мы видим здесь в Кыргызстане, в Узбекистане, а также в Японии очень часто происходили землетрясения. Вот во вчерашних лекциях также упоминалось о том, где у нас, в каких городах происходили сильные землетрясения. А в 1995 году у нас в префектуре Хиоуго в городе Кобе произошло очень сильное землетрясение. А также в 2011 году в северо-восточной части Японии, ТОХОКу, также произошло мощное землетрясение, а также в 2016 году в префектуре Кумамото. Хочу вам показать кое-какие фотографии, которые именно... Семнадцатого января 1995 года землетрясение произошло в городе Кобе. Утром, рано утром, 5 часов 45 минут. Магнитудо 7.3, и разрушились около 100 тысяч домов. Магнитудо 7.3, и разрушились на землетрясение. Землетрясение стало причиной смерти, причиной гибели 6 тысяч человек. 90% погибших, это те люди, которые именно погибли, оказавшись под упавшей мебелью или из-за удушения, которые именно оказались разваленной домов. Вот здесь показана фотография, где видно, что опоры, которые поддерживали скоростную дорогу, полностью упали. Вот видите, здесь само это здание было построено по старым строительным нормам. И здесь просто серединный этаж, именно четвертый этаж, раздавился. Вот особенно при землетрясении в городе Кобе, сильно пострадали именно те здания, которые были построены по старым строительным нормам. Но с другой стороны, я хочу отметить, что в современных строительных нормах Японии уделяют особое внимание сбалансированности, жесткости каждого этажа. И необходимо проектировать так, чтобы средние этажи не раздавливались, как показано в этой фотографии. Вот у нас есть такой закон, основной закон о строительных нормах. Это такой закон, который именно регулирует всякие вопросы, связанные со строительством. Вот и каждый раз, когда происходит у нас землетрясение, проводится пересмотр этого закона, а также внесение поправок в небо. Теперь по поводу землетрясения, которое произошло в 2011 году. Это мощнейшее землетрясение магнитудой 9, которое произошло в северо-восточной части Японии, которое называется регион Тохоку. Очень глубоко находился гипоцентр землетрясения и наблюдались большие колебания и в местах, расположенных далеко от эпицентра. За землетрясением последовали волны цунами, которые тоже лишили жизни у многих людей. В общей сложности, в результате этого землетрясения, а также цунами, погибли около 20 тысяч человек, включая пропавших без вести. Вот очень мощная волна цунами, вызванная землетрясением, проникла вглубь суши и в широком масштабе нанесла большой ущерб. Вот здесь показана фотография, по которой видно, что корабль, принесенный волнами цунами с моря, наехал на крышу двухэтажного дома. По этой фотографии можно представить себе, какова мощность цунами и какова высота волны. Нередко бывает, что отделения электропитания находятся на подземном этаже. Наблюдались случаи, когда они промокли в воде цунами и перестали работать. Здесь можно сравнивать два землетрясения, о которых сейчас я вам рассказывал. Если обратите внимание на первое землетрясение, это то землетрясение, которое произошло в Кобе, то можно сказать, что период колебаний небольшой, то есть недлительный. Однако очень сильные колебания за короткий период. В то время как второе землетрясение, это то землетрясение, которое произошло в регионе Тухуку, это отличается тем, что там сравнительно длительный период сейцемического движения и очень медленно. И по второму землетрясению потребовалось 5 минут до полного прекращения колебаний. Так, что я хочу сказать при этом. Сейцемические колебания грунта бывают разными, поэтому при проектировании конструкции нам необходимо учитывать всевозможные сейцемические колебания для того, чтобы обеспечить безопасность конструкции. Для того, чтобы вы поняли, какую роль может сыграть в этом сейцемоизолированное здание, я хочу вам привести один конкретный пример. Вот, во вчерашней лекции со стороны профессора Сайто также упоминалось об этой больнице. Она называется Исиномаки, то есть больница Красного Креста Исиномаки. Это тоже сейцемоизолированная конструкция. А именно эта больница, сейцемоизолированная конструкция, которую проектировала именно компания Никкен Секкей, в которой я работаю. Я хочу сказать, что хотя эта больница находится недалеко от береговой линии, однако она не подвергалась влиянию. землетрясение, так как в конструкции предусмотрена сейцемоизоляция. Поэтому само здание не получило больших повреждений, и после землетрясения больница смогла сохранить больничные функции, чтобы принять пациентов и раненых. И следует отметить тот факт, что остальные другие больницы, они практически перестали работать. Поэтому эта больница одна должна была охватывать, обслуживать территорию с населением двухсот тысяч человек, как единственная больница территории. Вот этот двойной кружочек красного цвета, это как раз местоположение этой больницы. И вот там, прямо на берегу Тихого океана находится Ишиномаки Ред Кросс Хоспитал, больница Красного Креста, Ишиномаки. Она находится в двух с половиной километрах от береговой линии. Хочу вам показать аэрофотосъемок. Вот специально сделано так, что сама больница стоит на специально созданной насыпи высотой три метра. Вот дело в том, что до верху этой фотографии виднеется река. И когда-то в этой реке происходил поводок. Поэтому с учетом такой паводковой опасности этой местности, при проектировании этой больницы специально мы создали насыпь высотой три метра. Но именно благодаря трехметровой насыпи больница могла избавиться от цунами. Это вот течение продольной этой больницы. Семиэтажное здание. Вот здесь, там где голубой цвет, вот здесь фундамент. Сейсмоизолирующий фундамент. Вот без трехметровой насыпи этот сейсмоизоляющий фундамент промок бы и не смог бы выполнить функцию сейсмоизоляции. Вот как вы видите, левая фотография показывает, что когда-то в этой больнице это место использовалось как зал. Зал ожидания. После землетрясения, так как большое количество людей обращались к нам в эту больницу, и это место использовалось как временное помещение для временного эвакуирования. А также в этом помещении больница смогла принять пациентов. И когда была самая большая нагрузка, в день больница принимала 1200 человек, 1200 пациентов за один день. Вот эта больница Красного Креста Ишиномаки была единственной больницей, которая могла продолжать работать как больница. Поэтому как единственная больница, она могла принять пациентов больных и от других больниц. Вот это тут мы видим самое главное преимущество, самую главную отличную черту, хорошую сторону установки сейсмоизоляции. То есть больница смогла работать, смогла сохранить свои функции даже в случае землетрясения. А еще я хочу сказать, что именно в этом сейсмоизолирующем фундаменте установлено устройство, которое фиксирует движение этого фундамента при землетрясении. Вот давайте посмотрим на этот слайд. Здесь видно, как двигалось здание, именно как двигался фундамент, изолирующий фундамент при землетрясении. Вот эта стальная иголка, она закреплена к зданию. И эта стальная плита закреплена к земле. Поэтому, когда двигается здание, фундамент, то, соответственно, фиксируется, то есть оставляют следы движения. Вот по этой записи видно, что это двигалось 260 миллиметров. Так как при проектировании мы предусматривали еще больше смещения для сейсмоизолирующего фундамента. Мы предусматривали смещение, поэтому из-за этого землетрясения это здание не получило больших повреждений, особенно в фундаменте. Вот именно этот сейсмоизолирующий фундамент двигался очень сильно. Но тем самым он смог поглотить сейсмическую энергию, благодаря чему верхняя конструкция не получила повреждений. Поэтому даже после землетрясения больница смогла продолжать работать. Вот вкратце я вам рассказал о тех последствиях от последних землетрясений, которые происходили в Японии. Как вы видели, у нас в Японии очень часто происходят сильные мощные землетрясения, поэтому проводится проектирование конструкций с сейсмоизоляцией, с тем, чтобы обеспечить безопасность жизни жителей этих зданий, чтобы защитить их от сейсмического воздействия? В добавление к сказанному до этого я хочу сказать следующее. С большой вероятностью прогнозируется, что в районе, где показано это по этой фотографии, в том районе произойдет сверхсильное землетрясение. Вот именно с большой вероятностью прогнозируется, что именно в районе глубоководных жалоба Нанкай. Именно там может произойти очень сильное землетрясение. Это то место, где находится впадина на дне океана, где пересекаются сектонические плиты. Вот по прогнозу предполагается, что это землетрясение будет наносить больше ущерба, чем предыдущие два землетрясения. То есть сфера последствий будут на более широкой территории Японии, чем в предыдущих землетрясениях. Именно в таких условиях, с тем, чтобы минимизировать последствия от землетрясения, мы, инженеры-проектировщики, проводим проектирование конструкций с использованием различных технологий. В том числе сейсмоизоляция. С этого я бы хотел вам подробно рассказать о подробностях проектирования сейсмоизолированных конструкций. Во-первых, это проектирование сейсмостойкости здания. Второй пункт это способы проектирования сейсмоизолированных зданий в Японии. В третьих, примеры проектирования сейсмоизолированных зданий. В первую очередь по поводу сейсмостойкости здания. Давайте еще раз уточним, вспомним, какие преимущества при проектировании сейсмоизолированных конструкций. Как видите на этом слайде, между зданием и фундаментом устанавливают сейсмоизоляторы. И эти изоляторы, они смягчают, уменьшают сейсмическую энергию, которая попадает на здание и тем самым позволяют уменьшить последствия повреждения верхних конструкций. Также установка сейсмоизоляторов позволяет продлевать период собственных колебаний. То есть это можно сделать период колебания намного дольше, чем период собственных колебаний верхней конструкции. Таким образом смягчается сейсмическая энергия и тем самым уменьшаются повреждения верхней конструкции. Вот анимация здесь, я хочу вам показать. Во-первых, слева это сейсмоизолированная конструкция, справа это обычная усиленная конструкция, сейсмостойкая. В случае изолированной конструкции, здесь период собственных колебаний сделали более длительным, до 4 или 6 секунд. И таким образом уменьшается сейсмическая энергия, которая попадает на здание. Вот именно в тех местах, где красный цвет, это как раз те места, которые именно поглощают энергию. И по этому слайду видно, что левое здание, именно фундамент, сейсмоизолирующий фундамент, он один практически поглощает большую часть энергии. А в случае от правого здания, правой конструкции, это обычная сейсмостойкая конструкция, там на опорах или на балках, и там как раз поглощается энергия. И в этих местах происходят повреждения. Поэтому с точки зрения технического обслуживания, сейсмоизолированное здание обладает преимуществом перед обычным сейсмостойким зданием. И в этих местах, это степень, сейсмостойкая конструкция. Сейсмостойкая конструкция. Сейсмостойкая конструкция. То есть по вертикали, тут степени, или как сказать, категории, или классы здания. И по горизонтали, это высота здания. Мы, инженеропроектировщики, предлагаем различные варианты конструкции с учетом бюджета наших клиентов и с учетом зданий, которые они хотят построить. Вот эта сфера, зона, которая обведена зеленым цветом, это как раз по классу очень высокий и супервисокий класс. С, либо 2С, это сейсмоизоляция. В большинстве случаев, сейсмоизоляторы устанавливают здание высотой до 120 метров. Что касается обычных сейсмостойких конструкций, а также конструкций с сейсмогашением, они не проявляют столь большую, столь высокую сейсмогашение. Как видите, здесь разные степени, разные классы для сейсмоизолированных конструкций. Поэтому при проектировании необходимо определить именно до какой степени, до какого класса построить сейсмоизолированное здание. Теперь вкратце, коротко я хочу рассказать о методах проектирования сейсмоизолированных конструкций в Японии. У нас строительство различных видов зданий и сооружений регулируется основным законом о строительных нормах. И методы проектирования варьируются в зависимости высоты зданий, а также формы конструкций. Если здание превышает, высота здания превышает 60 метров, а также если здание применяет сейсмоизолированную технологию, в таком случае необходимо провести особый специальный расчет, который называется динамический анализ. После проектирования необходимо обратиться в Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма за разрешением на строительство. А потом, только после этого мы можем приступить к строительству. Если условия грунта удовлетворяют определенные требования, то даже без проведения динамического анализа можно сразу проектировать. Далее я хочу объяснить о процедуре для проектирования конструкции. Сначала уточняются предварительные условия. Вот при этом, на что мы обращаем особое внимание? Именно на условия грунта, в первую очередь, мы придаем особо важное значение этому. В случае возникновения землетрясения, сейсмическая волна передается в первую очередь через твердый грунт, а потом через поверхностный слой, мягкий поверхностный слой грунт. Грунта попадает на здание. Можно сказать, чем мягче этот поверхностный слой грунта, тем больше попадает энергия на здание. Поэтому сбор информации по грунту играет очень большую роль. В зависимости от этого определяется сейсмическая нагрузка, которую необходимо принимать во внимание при проектировании зданий. Далее определяется целевая сейсмостойкость. При проектировании у нас, именно с точки зрения обеспечения сейсмостойкости, у нас уделяют внимание следующим двум факторам. Во-первых, необходимо учитывать такое землетрясение, которое может произойти один раз за период использования строимого здания. То есть необходимо учитывать заранее при проектировании такое землетрясение, которое может произойти раз в 20 или 30 лет. Далее определяется целевая сейсмостойкость. Второй уровень это такое землетрясение, которое может произойти раз в 500 лет. То есть это второй уровень землетрясения, которое может произойти раз в 500 лет. Конечно, если происходит такое землетрясение, то, конечно, разрушились бы не сейсмостойкие дома и старые деревянные дома. И с учетом таких двух факторов, двух уровней землетрясения, нам необходимо определить целевую сейсмостойкость. По разным критериям, здесь как раз перечислены те критерии, которые нам необходимо учесть при проектировании. Первое это сдвигающие усилия каждого этажа. Второе это угол межуровневой деформации. Третье это ответное ускорение пола. Четвертое это деформация сейсмоизолирующего фундамента. Пятое это осевая нагрузка, которая действует на резиновую опору. Вот здесь показана информация, здесь слайд, который объясняет о третьем критерии. Это ответное ускорение пола. Под ускорением понимается мощность или сила колебаний. Чем больше ускорение, то есть когда ускорение большое, то мебель или другие предметы, которые находятся в комнате, могут упасть. Сейсмоизолированная структура позволяет уменьшить ускорение пола. Четвертое критерии это деформация сейсмоизолирующего фундамента. О, что это Start-up. Возможно, сменшение пола ускорение в сторону. О, это, какеретная структура, поискроитель produção и изменения. О, что это нужно было бы логистом? О, что это неизбежно было бы логистом? О, это неизбежно было бы логистом. Поискру выскорение пола. О, это легLO. О, это неизбежно было бы логистом, когда прикрытируется? здесь учитывают следующие факторы во первых это расстояние зазора которое должно быть между изолятором и фундаментом и еще расстояние деформации самого изолятора и в качестве критерии которые необходимо учесть при проектировании всегда принимают или берут низкую величину если сравнивать эти величины двух этих факторов это зазор и еще расстояние возможной деформации смещение у изолятора мы берем более маленькую как маленькую величину расстояние и теперь на следующем этапе выбирается изолирующие элементы вот с учетом с учетом периода колебаний определяют общее количество устанавливаемых демперов а также размер изолятора и также план распро определяется план расположения фундамента я буду я не буду останавливаться на деталях потому что госпожа морита подробно вам рассказала вот выбирают подходящие изоляторы для того чтобы поддерживать здание вот со свинцовым сердечником тоже бывают разные виды энергия а также с инцовый демпфер С учетом назначения используют различные виды депсеров Теперь следующий этап Это вводятся данные, определяют цифровые данные, которые вводятся при проектировании по сейсмическому движению Нам необходимо учитывать уровень 1 и 2 уровень землетрясения при этом Самый максимальный, то есть это по второму уровню, то как здесь показано, это максимальный 80 см в секунду Нам необходимо при этом учитывать разные спектры этих землетрясений » Вот например, уровня первая и второго уровня и… duh... Этот уровень 2 вкладка «asted тр�� 2 вкладка» « close раз не позволяет уровень 3 вкладка выставальтой, к Для каждого уровня нам необходимо учитывать три сейсмических движения грунта. Для первого три, для второго тоже три. Затем нам необходимо провести динамический анализ. Вот этот динамический анализ проводится именно в целях определения сдвигающего усилия, расшотного сдвигающего усилия. При этом у нас определяется одна масса для каждого этажа. И при этом нам необходимо определить такие элементы, которые могут обеспечивать нужную жесткость и нужное затухание. И вот таким образом можно найти расшотное сдвигающее усилие, путем проведения динамического анализа. И мы определяем более большое сдвигающее усилие для проектирования. Теперь проводится проектирование сечения элементов путем проведения статического анализа. Такой анализ в последнее время проводится полностью компьютером. Вот у нас для этого разрабатывается такой модель, которая соответствует реальности строимого здания. И при этом необходимо выбрать, необходимо определить такие элементы, которые не могут разрушиться на предусматриваемую нагрузку, которая может действовать на элементы. И с использованием определенных выше элементов еще раз надо провести динамический анализ, для того, чтобы получить величину реакции при землетрясении. И нам необходимо уточнить, соответствует ли величина реакции тем требованиям, которые мы определяем. Если получаемая полученная величина реакции не соответствует, не удовлетворяет критерий, то нам еще нужно вернуться назад на третий этап или на шестой этап. Если нам удастся удовлетворить все критерии, то на этом завершается проектирование. Я хочу привести два примера тех конструкций, которые проектировала наша компания. Бывают разные изоляторы изоляции. Под зданием устанавливают изоляторы. Это раз. Это первый вариант. Третий вариант. Суть этого заключается в том, чтобы установить изоляторы уже в существующем доме. Это самый обычный. Это самый первый вариант. Это самая основная изоляция. Давайте посмотрим. Первый пример. Это здание городской мэрии Котчи. Это 6-этажный дом. Этот город Кобия находится в близком расстоянии от возможного эпицентра, где может произойти очень сильное, сверхсильное землетрясение. На океанических жалобах. Так как эта городская мэрия находится недалеко от береговой линии, так же как та больница Красного Креста, о которой я говорил. Здесь тоже проектировали. Мы предусматривали такую повышенную... Это не насыпь. Но по нашему проектированию это здание будет стоять на повышенных изоляторах. Мэйсинь татуэмунт Татэмунт Тээ, уээ, на голову, на угол, на уровне, наterm. Для сейсмоизолированных конструкций немаловажное значение имеет горизонтальная жесткость на верхней конструкции Если горизонтальная жесткость большая, то можно ожидать большой эффект от изоляции А если она маленькая, то эффект небольшой В этом建物では建物の各所に鉄筋コンクリートの壁を配置して それ以外のところは長いスパンを飛ばせる鉄骨ゾーンの張りといたしました この建物は建物の各所に鉄筋コンクリートの壁を配置しました Вот это в разных местах установлены железобетонные стены Установка таких железобетонных стен позволяет нам обеспечить высокий уровень горизонтальной жесткости В остальных местах мы можем просто установить стальной каркас, стальные рамы для того, чтобы использовать более широкое пространство Вот это расположение, место расположения сейсмоизоляторов Вот всего четыре вида, во-первых, это изолятор натуральной резины Голубой цвет – многослойный резиновый изолятор со свинцовым сердечником 赤色のスチールダンパー, красный цвет – это стальной демпфер 黄色のオイルダンパー и желтый – это масляный демпфер Вот здесь зеленым цветом здесь по этой схеме обозначено место, где находится центр жесткости сейсмоизоляторного фундамента Вот красный треугольник – это показывает место центра Это жесткость, а верхняя конструкция Кажется, чтобы эти точки были разбросаны в разных местах должны быть необходимо, чтобы они в одном месте находились То есть, иными словами, нам необходимо проектировать для того, чтобы эти центры находились в одном По нашему проектированию, это здание может деформироваться на расстоянии до 650 мм Однако динамический анализ, проведенный нами заранее при проектировании, дал более маленькое смещение То есть, в любом случае нужен резерв То, что дает анализ – это раз Мы не можем предвидеть все виды землетрясения, которые могут произойти Может произойти более сильное, более мощное, чем ожидалось землетрясение Поэтому всегда нужен резерв Для того, чтобы обеспечить необходимую деформируемость фундамента Даже в случае возникновения такого землетрясения, которое мы никогда не предполагали Вот, сейчас я хочу вам привести пример То есть, это пример по сейсма усилию уже существующих домов Это здание речь идет о здании городской мере Просите, префектуральной администрации, префектуры Нагамо В 1967 году в 1867 году Это здание было построено в 1967 году И когда проводилось исследование в 2014 году, стало известно, что это здание при возникновении сильного землетряснения может получить большие повреждения. И в связи с этим возникла необходимость провести укрепительные работы. Здесь показано общее содержание ремонтных работ, которые проводились в отношении этого здания. Это уже выполнено? Это уже выполнено. Это уже выполнено. При проведении этой ремонтной работы для сейсмоусиления мы закрывали только сейсмоизолирующий фундамент. То есть мы закрывали только подземный этаж, который должен быть использован в качестве изолирующего фундамента. Остальные этажи, то есть верхние этажи, там продолжали функционировать. То есть они никогда не закрывались. То есть при проведении, при выполнении таких ремонтных работ нам необходимо обратить особое внимание на процедуру выполнения работы. Первое, вот именно в этой части будет фундамент изолирующий. Так как путем установки сейсмоизоляции именно эта часть может деформироваться очень сильно, поэтому на эти колонны опоры могут действовать очень большая нагрузка. Рисовая нагрузка. В первую очередь нам необходимо укрепить подземные эти колонны и балки тоже. А потом ставим временные опоры. Рисовая нагрузка. Рисовая нагрузка. И с помощью домкрата мы переводим весь здание именно на эти временные колонны. Рисовая нагрузка. 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 Вот не очень хорошо видно, но по этой графе хочу сказать, что именно с помощью этой машины вырезают часть существовавших колонн и как раз убирают вырезанную часть. И туда же устанавливают именно резиновые опоры для изоляции. И теперь убирают временные колонны. И полная весовая нагрузка здания начинает действовать на эти резиновые опоры, которые только что установлены. То на этом завершается эта ремонтная работа. На что необходимо обратить внимание при выполнении ремонтных работ? При строительных работ, изолированных конструкций. И еще несколько слов касательно технического обслуживания. Томинский обслуживания с помощью полного диска. Это, короче говоря. Меньшин層が,風 или амиряйи, не двигайся. Меньшин部材を внушивали. Меньшин部材を入ать вдоль? Да, в пиноке, не было. Пока здания не стала совсем изоляцией. То есть еще в ходе установки сейсмоизолятора, вот здесь показано, что из-за под действием ветровой нагрузки или какого-то сейсмической нагрузки при возникновении маленького и мелкого трещения, иногда необходимо зафиксировать эти изолирующие элементы. И после этого, после заврешения работы, эти изоляторы будут работать, они могут теперь и деформироваться. Последний слайд. В отношении сейсмоизоляционных конструкций у нас в Японии необходимо регулярно проводить проверки. Какова частота проверки? Во-первых, это в момент заврешения строительных работ, а потом через пять лет после заврешения, а потом через десять лет, а после этого раз в десять лет. При проверке нам необходимо обратить особое внимание не только на несущую способность самого изолятора, но и еще на огнестойкость. Элементов, которые покрывают сейсмоизолятор. Также при проведении проверки необходимо обратить особое внимание на такие предметы, которые могут помешать деформации изолированной конструкции. Они могут существовать вокруг здания или внутри фундамента. Иногда просто растения или трубопроводы, они могут помешать деформированию изоляторов. В предыдущей лекции также упоминалось о замене изолятора на новый. Конечно, при проектировании нам необходимо также уделять внимание тому, что изоляторы могут заменить. Например, припускать можно припускать дома и закрепить машину вносим. это сделать. Машин хатчってのは то есть? Ана где там сейчас? Наверное, нежа, например, мы помещаем. Манхолы, как так? Да, да, невероятно. То есть, настройки от днях и для этого. Возможно, что есть тайм-шин. Нам необходимо обеспечить такой люк, через который можно принести новый изолятор, чтобы заменить или вытащить, то есть вывести заменяемый, это фундамент. Вот я долго-долго объяснял, и наконец-то я пришел к заврешению этой лекции. Но я хочу, заканчивая свое выступление, я хочу выразить надежду, что системоизоляция, эта технология, которая применяется в Японии, будет распространяться по миру, по вашим странам в том числе, для того, чтобы помогать людям спокойно жить. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание.